Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Поэтапные подключения. Рязанцы ждут тепла в домах. Подробно расскажем и покажем, как это будет работать. Бомж, но с пропиской. Единственная жительница сгоревшего дома. Будет сидеть. В деле об избиении детей в городе Рыбное поставлена точка. По Руси широкой. Пройдемся по выставке из фондов художественного музея. Отопительный сезон в Рязани стартовал 20 сентября. Правда, пока тепло есть не во всех домах. Полное подключение проведут в течение 10 дней. Об этом сегодня журналистам заявили в Рязанском муниципальном предприятии тепловых сетей. На сайте РМПТС выложили график поэтапного присоединения котельных. В компании разъяснили, как им пользоваться. В этом году отопительный сезон в Рязани стартовал раньше обычного. Минимум на полмесяца. Это было принципиальное решение городских властей в интересах жителей. Слишком уж холодной выдалась эта осень. Первыми тепло получили объекты социалки. Детские сады, школы, больницы. На очереди жилой фонд, который будут подключать поэтапно. У нас более 3000 домов, которые питаются, теплоснабжаются теплоносителем. И отопление включить сразу в 3000 домах невозможно. Значит, это делается плавно, чтобы сети не порвались, отопительные приборы не порвались. Все постепенно открыли, подождали, спустили воздух, прогрелось. И люди получили свое тепло. Значит, для более безопасного включения требуется время и неспешка. Время подключения одного дома от двух до пяти часов. В день тепловики присоединяют три сотни многоэтажек. На сайте РМПТС выложили график ввода рязанских котельных, каждая из которых обслуживает несколько домов. Точный день подключения можно высчитать из таблицы. В тепловых сетях рассказали, как ею пользоваться. Так как ежегодно у нас дата меняется и зависит только от распоряжения, значит, там стоят только дни. То есть и первый день это отчитывается от того дня, когда объявился отопительный сезон. В данный момент это с 20-го числа. Значит, у нас там разбито на 10 дней. То есть первый день это 20-е, потом 21-е, 22-е, 23-е и так далее. Сейчас вот много вопросов у нас поступает в диспетчерскую службу. Некоторые люди не могут найти своего дома. Все эти дома и все адреса, к которым, к каким теплоисточникам подключены, были пересланы управляющие компании, и они должны как бы разъяснять своим жителям, где, что, какой дом и когда. Но сложилась ситуация в этом году, что многие люди к нам обращаются и спрашивают напрямую. Сейчас мы об этом задумывались и сделаем расшифровку. Каждый источник будет раскрываться, и там будут дома, каждый может увидеть свой дом. Что же касается оплаты, а многим рязанцам в платежках уже начислили стоимость услуг за тепло, то в РМПТС пообещали сделать перерасчет. Но уже в октябре, поскольку из-за поэтапного подключения у каждого дома расход будет свой. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В прошлом году в Рязани сгорело общежитие на Северном переулке. Перед самим происшествием дом полностью отключили от коммуникаций, и все жильцы его покинули. Забыли вот только про одну собственницу, которая прописана в этом доме. Более подробно расскажем далее. Получается, там был такой коридор, он тоже был у нас выкуплен. И с другой стороны мы еще одну дверь ставили, и получается, этот коридор становился как бы тоже нашей частью комнаты. Сейчас квартира Юлии выглядит вот так. Лишь сгоревшие балки и выбитые стекла напоминают ей о некогда единственной собственности. В прошлом году общежитие, что на Северном переулке, сгорело. Сразу после того, как дом полностью отключили от коммуникаций, и все жильцы его покинули. Ну или почти все. Официально квартиры у собственников выкупили для сноса дома и возведения новой многоэтажки. К Юлии застройщик тоже обращался. Предложил два варианта. Квартиру в новостройке или деньги. Девушка выбрала деньги. Ждет уже семь лет. Ну, к сожалению, каждое обращение к нему, и когда мы спрашиваем, когда уже, когда, когда, так как уже семь лет прошло, ну это постоянно через месяц, через два, через три. Проходит время, мы опять с ним связываемся, и опять происходит такая же ситуация. То есть, каждый раз переносится какая-то дата, каждый раз какие-то проблемы, ситуации. Он постоянно просит войти в его положение. Но, к сожалению, в наше положение он войти не хочет, потому что мы лишились жилья. По словам Юлии, застройщик очень редко выходит на связь. В июле этого года его представитель некий Алексей Николаевич, по его словам, написал расписку, в который конкретно указал, что обязуется выплатить денежную компенсацию не позднее 10 сентября этого года. Сегодня уже 21-е, а денег все нет. С нашей съемочной группой застройщик вышел на связь, и вот его комментарий. Я написал бумагу, что я 10-го числа недействующего месяца предоставлю им. У меня сейчас такой возможности нет, но я целиком и полностью в этой проблеме 4. Эта бумага необходима была, написана для того, чтобы человек должен был дать согласие на отказ своей доли, для того, чтобы совершить делку с ее соседями. Невыполнением нотариально заверенного обещания уже заинтересовалась прокуратура. Это Юлии, строитель. Обещать, что деньги будут, может бесконечно. С надзорным ведомством шутки плохи. Отвечать по закону Алексею Николаевичу все-таки придется. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Осень, кажется, единственная пора, которой мы обычно прибавляем негативные оттенки. Осенняя хандра, осенняя депрессия и много еще других грустных эпитетов. Но с этим можно бороться, говорят специалисты. Мы выяснили, как. Апатия, внезапно появившаяся тоска и отсутствие планов на будущее. Это симптомы так называемой осенней хандры. А согласно опросам, страдают от нее около 75% россиян. И ухудшение настроения с апатией связано именно с отсутствием солнца. Пик обращений к специалистам приходится как раз на период с середины октября по середину ноября. Как правило, лечиться это достаточно просто. Увеличением количества солнышка мы всегда даем рекомендацию, если есть возможность, если нет ковидных ограничений, съездить туда, где еще солнечно. Ну, если не получается, то тогда хотя бы поставить побольше света в помещении. Есть такой метод лечения, фототерапия. И все же в профессиональной терминологии нет понятия именно хандра. Это называется субдепрессия. Длится она до двух недель. Но если дольше, то стоит уже забить тревогу. Плюс, если появилось непонятно откуда взявшееся чувство вины, будоражит плохие мысли, плюс витальная тоска, по ощущениям будто тяжелый камень в груди, то следует обратиться к специалистам. А вот от хандры, кстати, можно попробовать спастись самостоятельно. Например, если человек знает, что апатия у него сезонная, то можно заранее спланировать отпуск в жаркие страны. Любая хандра, она так или иначе связана со снижением количества серотонина внутри нашего с вами организма. Серотонин это, ну, в простонародье он называют гормоном радости. На самом деле это не совсем гормон, это вот такое вещество, которое ответственно за наши с вами цели и полагания, за отсутствие тревоги, за радость и так далее. Так вот, серотонин это вещество, которое образуется в нашем с вами организме из-за трептофана, еще из одного вещества. А трептофан можно съесть. Трептофан это, ну, во-первых, он там в медикаментах есть, но на самом деле он содержится в продуктах питания, в шоколаде, бананах, помидорах, гречке, оливковом масле, твердых сырах и орехах. Помогают и кардионагрузки. Например, те же 10 тысяч шагов или скандинавская ходьба. Если человек религиозен, то стоит сходить в церковь. Можно обратиться к специалисту, психологу, психиатру или психотерапевту. Главное, не замыкаться в себе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В нашумевшем деле об истязании детей, наконец, поставлена точка. Оказалось, женщина не была готова к материнству. Напомню, 20 января в детскую областную клиническую больницу поступили два ребенка, один из которых был сильно избит. Следственные органы, прокуратура и органы опеки провели все необходимые проверки. Помогите кто чем может. Нужны вещи на мальчика и на девочку. С этого поста в социальных сетях история и получила массовую огласку. До этого о жизни двух детей, двух и четырех лет, не знал практически никто. Тревогу забили соседи. Они кормили малышей, приносили им одежду. Именно соседи и сообщили о проблеме в соответствующей инстанции. В самой же квартире представителей органов опеки шокировали полная антисанитария и пустой холодильник. На старшем ребенке был выявлен ряд телесных повреждений, свидетельствующих о применении к нему истязаний. А младший ребенок настолько исхудал, что следственные органы сделали вывод, что питание его было также ненадлежащим. 22-летняя мать избивала детей за каждую провинность. Потом уже органы следствия установят, что женщина не была готова к материнству. Рано вышла замуж, в 17-м году родила первого ребенка, спустя два года второго. Муж старался помогать ей, но в результате все закончилось разводом. Мать встречалась с разными мужчинами, часто переезжала. В конце концов остановилась у своего отца в городе Рыбное. Но условия для детей по-прежнему были плохими. Кормили плохо. Дети жили буквально в грязи, а из одежды у брата с сестрой не было даже нижнего белья. Дети были сразу же изъяты из семьи, помещены в областную клиническую больницу, где им оказана медицинская помощь. Мать была лишена родительских прав в судебном порядке. Сейчас Рыбновским районным судом мать осуждена на полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Детей усыновили. Они будут жить в другом регионе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Выставка из фондов художественного музея посвящена богатейшему архитектурному наследию русских городов. Экспозиция открылась в рамках шестого форума древних городов. Подробности у Марии Норманюк. Лирические и эпические интонации пейзажей создают широкий эмоциональный диапазон для зрителя. Картины необъятных просторов, русской равнины с вертикалями колоколин соседствуют с видами тихих уютных уголков старых двориков. Здесь представлены не только различные города, но в том числе и различные художественные подходы. То есть каждый автор отличается собственным каким-то личностным взглядом, своим кредо творческим, своей стилистикой. В залах около 60 работ, выполненных во второй половине 20-го столетия авторами из разных регионов в различных техниках. Виды Новгорода, Суздали, Тулы, Москвы, Коломны. И особое внимание в экспозиции, конечно, занимает Рязань и уездные города бывшей Рязанской губернии. Образ города, соединившего в себе старинное, уходящее и только зарождающееся, одна из излюбленных тем рязанских художников. Камерные уголки старой части города и фантазийные эпические мотивы. Каждый видит Рязань по-своему. Не случайно здесь на выставке доминирует или является центром экспозиции декоративное панно Владимира Иванова. Это ранняя его работа, которая, наверное, выбрала в себя все представление художника о том, чем для Рязани является Кремль. Это сердце города. Многие из представленных авторов знакомы зрителю. Некоторые бывали представлены в этих залах с персональными выставками. Кто-то уже перешел в разряд признанных классиков. Объединяет их всех особый лиризм. Тема отчего дома близкая каждому человеку. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Конкурс юных чечецов «Живая классика» – крупнейший проект по поддержке чтения в России. Ежегодно в нем принимают участие до 2 миллионов детей со всех регионов России, а также из 80 стран мира. Победителей российского и международного конкурса объявили еще в мае. Но из-за эпидемиологической обстановки суперфинал неоднократно переносили. И, наконец, стала известна его окончательная дата. Это фрагмент выступления Софии Сеченавы в финале конкурса юных чечецов. Она декламирует отрывок из произведения «Нулевой класс» Юрия Коваля. Своим выступлением Скопинка покорила сердца членов жюри и стала одной из 15 финалисток 10 сезона конкурса юных чечецов «Живая классика». Она поразила меня своей какой-то такой отдачей, эмоциональностью, и заразить мне что в основе этой профессии, нашей профессии актерской. Это способность заразить зал, заразить большую аудиторию. Помимо Софии выступят еще 10 суперфиналистов, 5 россиян и 6 иностранцев. Триумфаторами станут лишь трое. Каждый из участников выступит с отрывком любимого прозаического произведения. Со сцены дворца Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге ребята прочитают как фрагмент «Войны и мира» Льва Толстого, так и современного «Дня числа Пи» Нины Дашевской. Плюс ко всему соревноваться в чтении с ребятами будут профессиональные артисты, писатели, медийные личности. В общем, Софии Сеченаве предстоит нелегкий батл, хотя, кажется, она к нему готова. Путь к успеху – это когда ты уверен в себе, ты идешь и пытаешься не отставать. Ты всегда пытаешься все лучше и лучше себя развить. Я делаю это не ради победы, а чтобы развить себя, развить свои знания и становиться лучше в театральном творчестве. Три победителя суперфинала получат ценные призы – айфона от фонда «Живая классика». Остальные же участники – подарки от партнеров конкурса. Увидеть выступление Софии можно будет в социальных сетях «Живой классики», «ВКонтакте» и «Ютубе». Начало 25 сентября в 18.00. Валерий Седов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте – город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин